МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хочется добавить, что в этом году Уфа заняла четвертое место в интегральном рейтинге 100 крупнейших городов России. По сравнению с 2013 годом столица Башкирия на 4 позиции улучшила свой рейтинг. Опереди в Сочи, Екатеринбург, Казань, Самару, Омск, Челябинск и другие города. Лучше Уфы оказались Сургут, Краснодар и Тюмень. Об этом сегодня сообщает Уфа Сити Ньюс. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На почтовые ящики жителей Уфы приходят ложные письма от прокуратуры. Предполагается, что их рассылают мошенники. Представители органов просят уфимцев быть бдительнее. Ложные сообщения с реквизитами сотрудников прокуратуры приходят на электронные ящики уфимских бизнесменов и юридических лиц. Акты прокурорского реагирования, как правило, вручаются адресату лично или высылаются почтовой связью. Истребование информации об исполнении таких актов реагирования посредством электронной почты не осуществляется, сообщил Уфа Сити Ньюс.ру прокурор города Владлен Михайленко. Тариф на перевозку пассажиров и багажа компании «Башкирская пригородная пассажирская компания» увеличится вновь с 1 января 2016 года. Соответствующее постановление Госкомитета Республики Башкортостан по тарифам было принято 9 октября. Согласно тарифу, поездка в пределах 10 километров устанавливается в размере 19 рублей 70 копеек. До этого было 18 рублей. Каждый последующий километр обойдется пассажирам электричек в 1 рубль 97 копеек. В Башкирии увеличение стоимости проезда на пригородном железнодорожном транспорте наиболее сказывается на жителях, отдаленных от Уфы населенных пунктов. Напомним, что предыдущее повышение тарифов произошло в апреле текущего года. Летом текущего года также были запущены 7 новых поездов на участке железной дороги Дема-Уфа-Шакша. Об этом сегодня сообщает сайт Про-Уфу. В Башкирии прогнозируют снежную метель и гололедицу. Об этом информирует МЧС России по республике Башкортостан. Погодные условия в республике резко ухудшились, местами ожидают снежную метель. Ночью порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью до минус 4. На дорогах гололедица и туман. МЧС рекомендует всем жителям республики избегать нахождения рядом с опорами линии электропередач, деревьями и щитами. Водителям необходимо строго соблюдать скоростной режим. Ну а подробный прогноз погоды на завтра смотрите в конце нашего новостного выпуска. А у меня на этом все. И мы переходим к остальным новостям на сегодня.